Если вы заметили кровотечение из попы, как во время похода в туалет, так и независимо от этого, то это скорее всего говорит о патологическом процессе, который происходит возле анального отверстия или в толстой кишке. Наиболее частые причины появления крови из ануса. В первую очередь это может быть геморрой, заболевание, связанное с воспалением, патологическим расширением и извитостью геморридальных вен, образующих узлы вокруг прямой кишки. Геморрой часто сопровождается болевыми ощущениями, кровотечениями, выпадением геморридальных узлов. Кстати, выпадение развивается постепенно. Если сначала оно заметно только при дефекации, то впоследствии возможно даже при обычном чихании или кашле. На первых порах узлы легко вправляются обратно, однако со временем постоянно находятся за пределами анального канала, то есть снаружи. Появлению геморроя способствуют следующие факторы. Частые запоры. Употребление вредных продуктов питания, алкоголь, кофе, острая пища, малая активность, попадание инфекции, стресс, ожирение. Лечение геморроя может быть различным и зависит строго от формы болезни, использования гелей, мазей и свечей, фитотерапии, хирургическое вмешательство, массаж, борьба с запором и т.д. Вторая причина – трещины заднего прохода. Представляют из себя небольшую ранку или язву в области ануса. Страдают от этого недуга люди в любом возрасте, однако наиболее часто он выявляется у молодых ребят. Причины появления анальных трещин – малая подвижность, частые запоры и поносы. Как правило, раны заживают самостоятельно, однако только тогда, когда происходит нормализация стула совместно с корректировкой малоподвижного образа жизни. В противном случае болезнь может переходить в хроническую форму. Если не обращать внимания на заболевание, то боль будет усиливаться, появится сильное жжение и зуд. Что касается кровотечения, то оно может происходить практически незаметно. Пара капель на нижнем белье, но иногда усиливается вплоть до струи при дефекации или физических нагрузках. Если кровь выделяется из анального отверстия бескаловых масс, то это могут быть следующие патологии. Полипы кишечника. Язвенные процессы в желудке и кишечнике. Инфекционные процессы в нижних отделах толстой кишки. Инвагинация кишечника. Это далеко не все причины появления кровотечения. В любом случае рекомендуется сразу же обратиться к доктору, который после обследования назначит вам лечение.